Витебск, север Беларуси. Нетронутые леса, старый город, трамвайчики, искусство и религия? Нет, маршрутки, лестницы, лавочки за забором. Ох, Витебск, как бы плох он не был, на мой взгляд, это все равно лучший город в Беларуси. Витаю, наконец-то исполнил маленькую мечту, побывал в Витебске. Витебск это, наверное, самый труднодоступный европейский город. К тому же здесь еще и жутко холодно. Я хоть и любитель погулять зимой в майке, но тут мои полномочия все. И прямо сейчас вокруг меня весна. Вон там вон летит стая птиц с юга. А в Витебске прямо сейчас еще лежит снег. Витебск это очень холодный город. Здесь банально нет пляжей. И гораздо меньше людей, чем в других областях. Я ходил в шортах и на меня смотрели с каким-то осуждением мусульманской страны. Это, пожалуй, единственный крупный город, где чувствуется какая-то оторванность от большой земли. Я очень давно хотел сюда попасть. Но это не так то и просто. О чем говорят хотя бы самые дорогие билеты. Витебск это уникальный город для нашего региона. Он выглядит как отбитое у белых завоевателей колония. Здесь есть колониальный колорит. Это огромный город с огромным населением, который русские завоеватели построили для себя, потом ушли и все бросили. А местное население не может поддерживать здесь все на уровне Минска или Гродно. Но завоеватели здесь скорее в скобочках. Потому как за 100 лет в составе Российской империи Витебск превратился из уездного местечка в передовой европейский город с населением более 100 тысяч человек. В то время как в Москве был только первый миллион. Это один из первых городов, где улицы освещались электричеством. Белорусский язык набирал популярность. Витебск всех лет подарил нам множество деятелей культуры и науки. А общественный транспорт развился до такой степени, что за последние 100 лет он не то что не развивался. Его всячески ухудшали и ухудшали. И посмотрим до чего это вело, блин. Сюда можно приехать без определенного плана. Пойти куда глаза глядят и почти везде тебе будет красиво. Я прошел больше 70 километров по Витебску и далеко не все увидел. Сейчас прогуляемся по центру и покажу пару незабываемых мест Витебска. Местами здесь все так, как и на фотографиях столетней давности. Хотя местные жители такой стабильности могут и не оценить. Наконец-то вот он Витебска. Как можно здесь жить, как вы живете? На расслабоне, на чипе. Первое, что встречает тебя по приезду, это шикарный вокзал. Единственная в стране хорошая привокзальная площадь, где все на своих местах. Парковка чуть в стороне и не мешает проходу людей. Назимно-пешеходные переходы, помпезная архитектура и остановки общественного транспорта прямо перед главным входом. И тут, я ожидаю, что сейчас, как подъедет голубенький троллейбус и как повезет меня по городу. Но не то-то было. Маршрутки, 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 маршрутки. Но ищите во всем свои плюсы. Вот вы видите 10 маршруток в одном кадре. А я вижу два троллейбуса. Общественный транспорт в Витебске просто ужасный. Подобную ситуацию можно было наблюдать в Киеве пару лет назад. И я не думал, что сегодня где-то в Беларуси может быть что-то подобное. Да в некоторых небольших городах Беларуси, которые не являются областными центрами, общественный транспорт намного лучше. Как, например, в Кречеве. Прямо через дорогу от вокзала можно свернуть вправо. И местный экскурсовод отведет куда угодно. Красотища. Попадаем во двор и видим портрет Джона Леннона. И таких портретов разных популярных и не очень личностей по городу спрятано полно. И некоторые из них мне даже удалось найти. В том числе и даже вот такой. Очень бросились в глаза местные девушки. Я даже и сам парочку нарисовал. Во-первых, они красивые, заметные легкие северные нотки. А во-вторых, одеты прилично. Возможно, просто потому что холодно. Да, и я никогда не видел их в таком количестве. Чувствуется явный перекос. Ты заходишь в кафе, а там одни женщины. За рулем трамваев женщины. Органы правопорядка тоже в юбках. Очень уж мало мужчины в городе. Действительно ли это так? Или я просто на солнце перегрелся? Вот в центре Витебска стоит замечательное здание ратуши. Здесь можно подняться на самый верх, но только в сопровождении гида. В любом случае, вид того стоит. И любопытно вот полазить по древнему интерьеру башни. Возле ратуши здесь же можно свернуть во двор в поисках чего-то интересного. Обожаю всякие арки, пусть и после ремонта. Но прям ух, дух захватывает. Такой живой дворик. Да еще и на холме. Один минус. Лавочки. За забором. К тому же это еще и короткий путь между двумя главными храмами города. Здесь же еще и поесть можно в дико популярной столовой среди местных жителей. Которую хрен найдешь. Пельменная в тесноте, да не в обиде. А я шагал. Шагаю. И буду шагать. О, вот они кирпичики. Значит я иду в нужном направлении. Аху. О, как я поражен. По всей видимости этот жилой дом пережил вторую мировую войну. И его даже не стали сносить полностью. Или обшивать. И мимо такой красоты. Ну уж очень легко пройти мимо. И не заметить. Уверен, что немало чего я и пропустил. А вот здесь даже оставили такую расщелину. Для любознательных туристов. Да и послевоенная застройка выглядит весьма гармонично. И даже лучше, чем новостройки. Построенные в период экономического рассвета. Почему так? Какие-то тут адские подворотни. По которым крайне занимательно побродить. Под пристальным присмотром местных жителей. Кто-то лампочку свистнул. Но вроде тут безопасно. Все-таки день. Подъезд вон открыт. Велосипеды даже не пристегнуты. И это все в центре. Ох. Как будто в детство попал. Видимо капиталистические ценности сюда еще не добрались. Вот он мой тезка. Маркуша. Я тут недавно бачил видео в тик токе. Где девушка говорит, что в Америке настолько чистая вода. Что ее можно пить прямо из-под крана. Так вот. Витебске настолько чистая вода. Что ее можно пить прямо из канализационной трубы. И еще одна местная пасхалка. Гуляя по городу. Можно услышать голос президента. Одобряем. Есть. Оу. Мимо такого дома нельзя пройти. Тут даже обустроены дворик, газон, беседка, барбекю. И все это не обнесено двухметровым забором с колючей проволокой. Возможно гостеприимство. А может просто нельзя закрывать доступ к историческому наследию. А вот с фасадной стороны уже добрались с краской. Спасибо, хоть не розовые. А отсюда очень хорошо видно. Вот где оригинальный кирпич, немножко такой почерневший, потертый и может быть не очень презентабельный. И вот где новый. Но все же не стоило его закрашивать. Ну и часть из нового кирпича тоже сделана качественно. Потому как я только сейчас заметил по двух. А самое главное, сохранили детали. Через дорогу я тут нашел лестницу в плачевном состоянии. Но тем более нужно спуститься и узнать, что внизу. Как бы тут не ушататься. Ну она прям уходит так резко вниз. Но лестница, конечно, крутая. Надо же. И здесь люди живут. Капусту выращивают. Едва ли не главная достопримечательность Витебска. Кировский мост. Это место наряду с вокзалом, куда волей-неволей попадает большинство приезжих. И в любом туристическом справочнике вы прочитаете, что обязательно прогуляйтесь по Кировскому мосту. Но это не лучшая идея, особенно в сухую или ветреную погоду. Лучше погулять под мостом. Именно тут можно ощутить всю мощь. Все чаще люди, живя в современных нечеловечных мегаполисах, в сумасшедшем ритме, где самым важным вещам не остается даже минуты. Все больше людей остаются совсем одни. И даже близкие люди, с которыми они живут в одной квартире, спят в одной кровати, будто бы чужие. Ведь с ними они проводят слишком мало времени. Это самое худшее время. Либо рано утром, еще толком не проснувшись, либо поздно вечером, изрядный устав. И в такой ситуации выручают только домашние питомцы. Только с ними можно побыть хоть чуть-чуть самим собой. Они всегда тебя поддержат и выслушают. Они будут смотреть на тебя с искренней любовью в глазах. И очень больно, когда они умирают. На пересечении проспекта Черняховского и улицы Спортивной находится кладбище. Нетипичное в наших краях. Лорд, граф, князь, маркиз. Нет, это не захоронение царских семей. А домашнее животное. Так что я сейчас вижу. Зволь шок, удивление и непонимание. Прямо под ногами можно увидеть игрушки и миски павших зверей. А вокруг кладбище куча мусора. Я вот не понимаю, как можно выкидывать мусор в таком месте. Это насколько же должно быть неуважение к окружающим людям. Наконец-то мне понадобился трамвай. Лучший транспорт в мире. Я приехал в самый советский, самый пролетарский район Витебска. Некогда живописный преград Витебска превращен сегодня в Клоаку, где казалось, нет ничего живого. Вообще весь Витебск должен был выглядеть точно так же. Только с большим размахом. Только заводы, магазины, пивные и многоэтажки. Ничего лишнего. Если тут сталинки трехэтажные, то в центре пяти. Благо, сегодня от этих планов отказались, и о них напоминают только сталинки. Но я же приехал не за советским наследием, а чтобы посмотреть уникальный морской монастырь. Опять я слышу голоса. Цеха справа, храм слева. И котики православные. Много котиков. Монастырь будто бы под саркофагом огромного завода. Сегодня наполовину опустевшего. Место уникальное. Много лавочек. Можно посидеть, кайфануть. Глава тренадцатая. В то время царь Ир поднял руки на некоторых из принадлежащих царь. Чтобы... Как бы здесь не убий... Убийца. Ох... Ёбки пол. Какой вид. Охо-хо-хо. Да... Вид, конечно. Бля... Солнце светит прямо в лицу. Здесь все пропитано тем, как Советский Союз боролся не только с капиталистами, но и со всем, что не чуждо человеку. Советы хотели построить идеальную страну, где каждый человек был бы счастлив. Вот только где-то по пути потеряли что-то важное и забыли, а что такое счастье? И так и не вспомнили. Обалдеть. Идет дождь. Дождь капает такой, ну, такой типа дождик. И такое солнце балдежное. Опа! Вот мы куда едем красоту смотреть. Турция, Египет, пирамиды, песок, ну и что? А здесь, посмотри, красота какая, это ж залюбуешься. Это столько лет уничтожать, а оно стоит. Эти круглые окна, да и самые кирпичные дома вызывают у меня дикий восторг. Удивительно, что до сих пор в областном центре у местных коммунальных служб руки не дотянулись до того, чтобы все это заштукатурить тут как следует. Это целая улица, целый квартал кирпичных домиков прямо у Смоленского рынка. И еще немного на другом берегу. И здесь можно залипнуть, ну, очень уж надолго. Особенно, учитывая, что здесь нет отелей или музеев. Здесь, как и сто лет назад, почти без изменений идет своим чередом жизнь. Какие-то магазинчики, кафешки, лавочки за забором. Куда без них.